Вода чистая Сегодня он расскажет всю правду о стелке гепарде Что делаете? Водводную лодку купили Это кто был? Это что, брат мой? А кстати, брат у меня нет Надо биотест сделать Как он называется? Забыл Биопапа Не брать ты мне! Интересно, я потом сделаю тест Волосы сейчас выдерну Потихоньку Смошонки Чтобы он не слышал Я выдерну Волосок Отошлём почту Биотест Домашний биотест И я потом выложу где-нибудь в конце видео Брат он мне елит так себе Что так Как же так, парни, а? А как же так? Их посмотри едет Сейчас посмотрим Гепард как пропрёк Ахрен Они вообще сюда полезли Волосок Сейчас Ладно Бельпиха Выдерну А потом будет Гепард паркер Он сейчас Сраведит Походу Волосок 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 Догадайтесь, что Толян там делает Волосок 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 Белоросок Мы, короче, никуда падаем, все равно. По крайней мере, экономим силы. Потому что уже нету. Уже набегались. Полдня вроде прошло, но на самом деле уже устали. Но это только, я не знаю, середина покатушки, если не меньше. Он еще не доехал до конца покатушки. Подожди, гепард. Гепард, я. Гепард, я что? Берем гепард. Берем гепард. Попозже, как его доделают, лет через пять. И грибникам все повеселее, а то скучно одним-то гулять. А то топы мы, если что, подламнем. Ну что, Сергей, расскажи нам всю правду про этот аппарат. Стелс гепард. Потому что идут трения, все, трения идут. Брать, не брать. Цена, качество. Расскажи, сначала, как ты его купил? Ну, предоплатил я за него начальную цену 265 тысяч рублей. Но не получилось забрать. Забрало за 460. Ну, ты, получается, проплатил 100%? Нет, я 100% не проплачивал. То проплатили 100% единицы. Единицы получили. Ну, в общем, на 20-м километре меня газелька срубила, и я потерялся колесо. Два месяца ждал я примерно запчасти. Дождался, нет? Чинил, поехал. Так как у меня аппарат первый, сравнить мне не с чем. Я ни на чем больше не катался. Ну, ты катался на УАЗике. Ну, на УАЗике. Ты сравни с УАЗиком. После, ну, у меня не УАЗик был, немножко другой. Короче, он говорит, фуфло с УАЗик у меня. УАЗик, короче. В итоге за 460 тысяч рублей получил 800-кубовый лебедка. Единственное, что, по мнению, резина стояла немножко другая. Я ее продал и купил за те же деньги эту. 27-я Зила сейчас стоит. Ну, вы сами видели, как он шпилит. Ехать, и он едет. Ну, как бы, блин, едет и у Толянова он 500-ка тоже. 500-ка жгет, просто прет. 500-ка тоже. Ну, клиренс, конечно, у него прилично. Сейчас подсел. Подсели пружины. За время. Пружина говно. Пружина жестковата или что? Они не туда, не сюда. Задний амортизатор у меня уже разваливается. Передний я два раза ломал, два раза заваривал. Пробег тысячи. Пробег тысячи километров. Но я вообще не жалел. Несчадно просто. Даже не обкатывал сразу в говно. Прямо вот сразу. Сразу поставил вынос. Вынос, да. Вынос самодельный. Короче, вот две железки купите и сварите. И все нормально. Да, вынос обычный. Можно, кстати, здесь украсить чем-нибудь. Алюминиевую какую-нибудь красивую штучку. Для меня. Ну, для грязи нормально пойдет. Зато очень удобно. Открутил, промыл. А, ну да. Цветчик-то открыл. Я специально не стал ничего не делать. Шноркель и сам сварганил тоже. А это как бы все самодельно. Все из канализации. Все делается из канализации, из труб. Из поломок за тысячу километров. Но у него слабый очень подвес. Вот эти пластиковые втулки. Особенно задняя часть. Задние колеса реально болтаются. Задние колеса реально болтаются. И даже на сайте на байке как-то не закрывает. Вот, смотрите. Задние колеса реально болтаются. То есть у всех квадрики, в принципе... Не, я понял. Вот здесь втулки стоят, да? Да. Ну, они поставили еще здесь. Но ширина очень маленькая. И удержать пластику... Такое колесо, я думаю, это не серьезно. Надо как-то переделать. Ну, это, так как я езжу по асфальту мало. Ты тысячи и так все раскрыл. Это не серьезно. Ну, да, да, согласен. Ну, это не страшно. Ну, так сказать. Больше? Но у меня еще 151-й ВИН. Это со всеми вытекающей, с вылетающей передачей. С кривым фильтром. Это один из первых квадраков. Выпущенный заводик. Да, у моей категории еще квадраков должен руль отвалиться. У меня пока держится. Мы ждем. Но меня, они все меняют по гарантии. Что там еще? А, фары у меня потеют. Сейчас вроде как-то на новых ВИНах не потеют. У меня по гарантии... Лед, лед, фары потеют. Да, светит хорошо. Свет, светит реально. Светит хорошо, но мне еще поменяют их по гарантии. Так, а что у тебя с роматурами? Дерьмовые, дерьмовые тормоза у него. Тормоза вот... Тормоза мне не нравятся, хотя педаль... Ну, надо разделять контуры. Я думаю, может быть, станет лучше немножко. Педаль я убрал, но контуры не разделил. Наоборот, разделенные получается. Ну, здесь через какой-то перепускной клапан какая-то хрень, походу, делал. Я считаю, что нужно разделить отдельно машинку зад, отдельно перед, и без этого перепускного клапана. Не знаю, она станет лучше, не станет. Но у него офигенное торможение двигателем. Примерно 60% дороги я тормозами не пользуюсь. Я что-то не понял. А я ездил, он меня не тормозил. Тормозит? Нет, все то же самое. Тормозит офигенно. То есть двигатель... Попробуйте. Двигательным тормозит. Я катался, он вообще не тормозил. Тормозит двигателем. Я именно, он не тормозил. Вообще, тормозит просто офигенно. Тормозит сейчас. Когда совсем был новый, вообще страшно было. Колеса 60 на юз. Сейчас прикатался и перестал так делать. Я ездил, но он вообще не тормозил. Лебедка медленная, но тянет хорошо. Не герметичная, разбирал, но в двигателе прям вода с кашей. А она все равно работала. Щетки не стерлись. Вот я разбирала недавно. Так, горловина что-то отвалилась? У меня есть брак крепления, это гайка топливного фильтра. Трещина в этом месте. Попадает грязь. Попадает грязище. Два топливных насоса кончилось. Вот второй кончается. Кстати, топливный насос... Топливный насос от Нивы у меня стоит. От Нивы подбирает? От Нивы, от девятки. Перепаял клеммы и все. Тысяча, по-моему, 200 рублей цена вопроса. Вообще, даже париться не надо. У народа еще текут резинки, вот под этой горловиной. Но я, по-моему, от реношки какой-то, от кангу или от чего-то поставил. И все, и не парюсь, у меня ничего не течет. Все у меня вообще там ништяк. Передача у меня включается не особо, но за счет того, что у меня старый копирный вал. Мне поменяют сейчас, поменяют. Я повезу на ТО сейчас. Ну, и это не ТО будет, а именно замена. Я жду вот эту всю хрень, чтобы поменять. Посадка нормальная. Ну, электроусилитель, я думаю, что нужен. Нужен. Но тяжеловат. Но так как я после первого отрыва колеса через 200 километров еще раз раздолбал его в лесу. Все раз. И причем 15 километров. Вру. Ну, а то врезалось во что-то? Ну, просто в луже был офигенный корень. Я вырвал колесо с корнями. И при этом я треснул редуктор. Да, редуктор. Он заварил просто сваркой. Ну, его не видно. Но редуктор заварен. Два шва оторвались крепления. Реально там я смотрел, сейчас не увидим. То есть редуктор реально просто заварен. И вот сколько ты уже проехал на нем? 500 километров. 500 километров на заваренном редукторе. Редукторы, причем крепления оторваны. И даже проломило вовнутрь. Проломило вовнутрь. Прямо треснуло посадочное гнездо под подшипность. Я все сварил. Кто умелит, сварите. Все нормально. Все нормально. Слабое у него шаровое. Но я, народ же сразу там начинает резать все эти масленки, все дела. Я этого не делал. И примерно 600 километров рубился так. Конечно, у меня стали не шарики, а овалы. Сейчас я это все сделал, но тут разборно. И там стащиваешь их, и они можно еще ездить. В общем, я думаю, что еще тысячу этих ломовых шаровых проездят. Если они двушку отъездят, то будет нормально. Ну и какой итог ты нам скажешь? Но 460 тысяч рублей, я бы взял бы нового гепарда, нежели бушную герпи. Но это человек говорит, который уже попробовал. Так что, Ребза, у нас вся правда квадроциклов. Никаких других там. Думаете, я придумаю? Нет. Все, говорим вот, что есть, то и говорим. Ну, я добавить хочу, что эта техника требует приложения руки. То есть, постоянно нужно что-то подкрутить. Ну, это вся техника, в принципе, о любом квадрике можно то же самое сказать. Я вчера в 8 начал, сейчас закончил, готов к катушке. Сегодня в 7 встал, чтобы ничего не делал. Ну, топ, там посмотрел, сам посмотрел. Пока бак промыл, пока это, ну, в общем, техника неплохая. Ну, выбирайте сами. Спасибо, Сергей. Пожалуйста. Теперь он тоже квадроманьяк. Всем привет. Из Москвы. Ну, на этом видео наше заканчивается. Дальше будет ночные покатушки. Кому интересно, смотрите. Так что, давайте подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, и пока с вами был Родиончик Ред и квадроманьяки. И не забываем у Толяны новая оптика. Смотрите, как она светит. Как угрозная. Я вообще ни хрена не вижу от этого света. Вот, что там. Сегодня мы проскочим все просеки, которых раньше блуждали. Вот этот момент мне вообще радует. Вот эта ночь, пыль, свет, звук квадроциклов. А как вам, парни? Девчонки тоже, кстати, с нами. Их много уже у нас. Ночная романтика начинает. Как у нас сейф-мота, два аккумулятора. Это сейф-мота. Странно, что она у нас не заводит? Потому что по нему кончился генератор. То есть двух аккумуляторов не хватило все равно. Да, у нас готовы точно. Ставьте три ее. Четыре лучше. Давайте толкнем. Дыши, свети. Смотри, гепард все есть. Гепард стался. Есть отвертка? Есть даже отвертка. Видали? О-о-о-о-о-о-о-о. Сейф-мот такой. Здесь сумочка. Смотрите. Опа-та. Отвертки походу нет. Вот и отвертка. Даже тряпочка есть. Если еще, в Бирби тоже есть отвертка. Это что-то какие-то подлезвления наши. Смотрите, какая подсветочка синенькая. Охрененная. Что-то какие-то вот... А у меня... А это что у тебя для них? У меня же кончается бензонасос, а это от чек выскочил А, это чек? Да А что тормоза-то горят? Это не чек, это ошибка горит А это ошибка тогда? Слушай, никого не видно Эй, не бери, не бери, не бери Ночью? Видно, видишь Давай вот так вот А если сидит, то надо лупу одевать Давай я подъеду вот так Мелдовато, мелдовато Короче, какой-то кипер здесь Какой-то кипиш из-за этого X8 Вообще, вообще, да? А че тут, это че? А ну, колесни Оп, 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 смотри Так, давай прекратим Последние Последние Ой, тихо Чуть не задавили опять Родиончики А опять Родиончики Задавили Теперь уже стелсно Во, все Приди ручку, все нормально Ничего не сломали Какой плюс-то? Белый Какой плюс-то? Какой плюс-то? Белого там нет Белый-то общий Давай Давай, погнали Давай Давай ДаGeneral Не дымишь Не дымится Ничего там А где заранш? Дай Huumbu, держи Десять вольт это мощная зарядка Аккумулятор шести вольтовый заряди Короче, стелс гипард спасает всех сегодня Просто Я, кстати, в шоке, парни Мы почти уже доехали Но это еще не финиш Стас Гепард держится молодцом Я, знаешь, все время Пацаны Оно видит, эта камера меня Да, оно видит тебя Я, блядь Если выйдет дизель А дизель уже есть Я куплю дизель Потому что он стоит только, знаешь Дизель не ломается Есть дизельный год Только он стоит немедленно Берем дизеля, короче Его можно пнуть Он завелся и поехал Это как надо разогнать Разогнать? Тебе пинка надо дать Фонарь чей? Да, фонарь можно Пойдем, мы кладем Давай, поедем Давай, давай Это не мой Куда вы, пацаны? Куда? Куда вы, е**та? Давай, давай еще куда Вперед А то тут генератор промывают Че, греется что-ли? Греется Греется? Нет А че, плавать теперь? Ищем, электричество А че, а рыбу тоже ищем? Воду греем А, воду греете? Пока нету, короче, электричества Что-то ничего у них не горит Непонятно, кстати Сука передний головной свист Ну че, че, не пошло? Не, не пошло А в прошлый раз помогло А в прошлый раз вы далеко утонули-то? Не, ну... Может поглубже надо заехать? Не, не поглубже Может и до контактов не достало еще? Даже не знаю, даже не знаю Может vorne поглубже надо Может надо удобная? Давай, на ту сторону, короче Пошло Я не на раньше не понимаю, че они там вх privilege Может че, выйдет сейчас и опасно Пошло, блять! Пошло, блять! Пошло, блять! Че пошло, блять! Пошло, блять! Да ушло, вот эту! 12, блять! Ооо 12!!! Оооо, 12. Все, зарядка пошла, вот в чем проблема. Все, пипец. Проблема в том, что теперь мы его утопили. Вот так вот мы лечим квадроцикл. Давай, ты трос! Зарядка пошла, да? Пошла, отлично. Нормально? Да, уже 12 с копейками, короче, показывает. Ну, что-то заглох он у нас. И теперь его придется выливать из него воду. Вот уже спецбригада готовит свои троса. Попробуем, что ли? А что, за это как-то? Конечно. Я все размотал, ребятки. Еще. Да. Давай, что ты? Да. Да. Был мне талант. Да ебанил. Да, блин. 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 Какой-то несложной препятствии. Ну, отняло у нас время. Давай, горям газу, ебаный. Давай, горям газу, ебаный. Столян, в окоп заехал. Столян, ты что? Потому что это новая фарма. Она обманчива. Ярко светит слишком. Бывает же такой, парни. Нормально, он заехал. А что, у вас лебедки нет? Да, пацаны. Можно было лебедки воспользовать. Ну, там скорость вперед, вообще-то. Ничего так страшного. Ничего страшного-то. Ничего страшного-то. Цех поезжает из любой ситуации, парни. Даже из окопов. С такой фары и сюда заехать. Тогда вот объезд. И что, Толяна? Не пойму. Что? Квадрик? Интелент. Что такое, Толяна? Толяна сломал CFmoto 500. Повезали вы? Так ай-яй-яй говори. Смотрите, ай-яй-яй сейчас. Наконец-то сломался CFmoto 500. Наконец-то сломался CFmoto 500. У него не включается вентилятор, охлаждение Как же мы теперь поедем, парни? Желтой Жужи, жужи Сейчас у тебя сломается голова твоя Жужи, жужи, жужи Что жужжить? Что, паника у тебя была? Нет, у меня нет парики, у тебя паника была Здравствуйте Включаем вентилятор, а мы полетим Даже мы опять заблудились Я тебя видел эти фары уже Я так колея потерял Зря ты мне фары уже Аля, заблудился Ну давай О, пополни знали Много подпусти Я не знаю, что будет дальше Короче, подведем итоги Что сегодня случилось Х8 потерялась зарядка Гепард доехал до конца Отвечаю Мы уже на месте практически Если он не доедет, я вам об этом расскажу Ну просто дальше снимать нет смысла, нет грязи Мы пару луч для вас нашли Так что давайте Всем удачи Рад, что были с нами Ставьте лайки, подписывайтесь Пишите коменты Ты про меня что-нибудь сказал? Да, да, да Не могу сейчас сказать Нет, вот так, скажи про него А Толяна у нас крутой мяна У него теперь... О, огурцы летают Фара у него, х** Ну и короче, смотрите У него конопля растет в квадрике Еще огурцы на ушах летают И я ночевать останусь И ночевать будет здесь А че в Коляну куда фара светит? Не покупайте мне их Блядь, у них фара вылетала У меня не вылетало еще Это на 500, блядь А вот на 800, блядь Фары нах** сами выкупают У нас слишком сильно герновата Ну-ка покажите, как вы тут прокатитесь там Я типа такой гуляю здесь по лесу Квадрики какие-то гоняются Сюда руку разместили, пройти негде А где мой квадрик? У меня тут не бросили одноусом Че-то очково как-то Вдруг бросили, а? Верачим куда-то непонятно куда Проверьте, там нормально все Проверьте, дорога нормально Че? Я не могу, блядь Ну че, спецненарный куда-нибудь? Пойдем посмотрим Пойдем Это называется X8 Ха-ха-ха Почему-то мы, короче, за Люхой не можем проехать А где у вас колесо? Я Ха-ха-ха-ха Я не понял Это че? Да я не знаю Вот едем, короче, едем Мы куда-нибудь ехали Ехали-ехали А тут, короче, смотрим Нету ааааааx8 где твоё колесо? А где его искать теперь? А где остальные запчасти? А какие еще нужны? А, не, все нормально, гайку надо искать Парни, а гайка внутри, наверное Колпак на месте? Гайка внутри, да Все, все ништяк, парни, сейчас починим Я охренею, вообще, ну Не, все хорошо, что все хорошо кончается Гепард стелс показался мне нормально А вот X8, как и всегда Нас повеселил, что могу сказать Ну, не нас, но не хозяина, я думаю Хотя хозяин пока веселится Ну, сейчас мы все сделаем, ладно Хорошо, что все оказалось на месте Гайку сейчас мы выкинем Хорошо, что здесь колпачок и гайка осталась там Сейчас закрутимся, и будет нормально Попрем дальше Но почему открутился, непонятно Братва подваливает Итак, БРП одноглазый у нас Теперь ему палка попала В левый глаз Его теперь нету фары Ну, а в принципе, остальное все пока нормально Солян что-то буксует Блин, надо распрыгаться нам А мы едем, едем Немножко отмыли свои аппараты Ничего не вижу Чок, я только опну Привет всем, с вами Родиончик Ред И это канал наших квадробратьев Зацените его и подпишитесь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова